Всем привет! Сегодня у нас такая будет интересная тематика. Дело в том, что я на той неделе, в среду, должна была сделать презентацию. Ну, я её сделала на английском языке. Дело в том, что я её вызвала сделать самая первая. То есть у нас буквально в среду... Сейчас скажу, когда. Так, неделю раньше. Вот, 22-го числа нам учительница сказала, что мы должны будем приготовить презентацию. И к 29-му числу все должны были придумать тему этой презентации. Ну, так как у нас очень мало терминов осталось, мало дат, когда мы сможем презентовать это дело, я решила сказать, что, мол, если хотите, я могу на следующую среду, то есть 29-го января, уже сразу же её и рассказать свою презентацию сделать. Она, конечно, удивилась, что как так? Так быстро человек работать не может. Я сказала, спокойненько могу. Я всё-таки... Я это я, да, я быстро работаю. Ну, вот, это самое. Но она, конечно, там согласилась, сказала, что это самое, сделает мне такую, как сказать, не то, что поблажку, как сказать. Плюс у меня будет перед остальными в том, что я смогу, если в случае провала, я смогу презентовать ещё второй раз. Вот. Поэтому она всё-таки согласилась. Это самое. Дала мне всего двое выходных. У меня тут было, да, потому что среда, четверг у нас дни забитые полностью. Пятенца я тоже вечером хожу в театральную группу. И у меня только в субботу-воскресенье. Понедельник-вторник там есть, по идее, времени, да, но в понедельник-вторник я немножко другими делами тоже занимаюсь, так что да. И вот за два дня, за 25-26 января, я на скорую руку сделала презентацию, сделала этот самый хэнд-аут, то есть листочки, где написано, про что я говорю, да, только как бы вкратце, в пунктиках, наверное, таких небольших. Вот. И единственное, что я не сделала, это был скрипт самой презентации, то есть все слова, что я проговариваю там, да, то есть, ну, как не то, что прям наизусть все слова, да, а просто какого-то темы, которая там затронула в более таких полных предложениях. Вот этого я не написала. Учительница, конечно, сама тоже это простила, потому что всё-таки за неделю сделать целую презентацию, прям в таком большом объёме, естественно, ни у кого не получается. Ну, в принципе, могла бы, наверное, сделать мне там понедельник-вторник, я всё-таки, у меня было время, на самом деле, сделать это, но я уже так устала, что я этого и не делала. Плюс ко всему, у меня там были реально какие-то другие дела, которые я решила сделать именно в понедельник, а не в другое время. Вот. Поэтому сегодня мне нужно ещё сделать, написать этот скрипт и издать его к среде следующей, то есть к 5 февраля мне нужно подготовить этот скриптик. Вот. И чтобы вспомнить вообще, о чём я там говорила, я решила сделать такую видяшку для вас. Сейчас тематика очень подходит к каналу Ютуба, поэтому, да, сидите, послушайте, пожалуйста, то, что я тогда наговорила. Сама презентация мне в тот раз, когда я презентовала, заняла 15 минут. Сейчас, возможно, чуть побольше займёт, потому что я попытаюсь вспомнить, что я там говорила, да. Ладно. Ну, давайте, в общем, поехали. Значит, у нас тема, как заработать деньги с аниме. Итак, значит, у нас в последние пару лет индустрия аниме зарабатывает всё больше и больше денег, да. То есть не только, причём не только в Японии, но ещё и во всех странах помимо Японии, да, там, за рубежом. Как это называется по-английски? Overseas, то есть за морем. То есть Япония на острове находится, а у них как бы за морем, это всё остальное. Вот. Значит, в последние пару лет они зарабатывают всё больше и больше денег на этой индустрии, и очень часто можно встретить такие новости, что, мол, японская аниме-индустрия зарабатывает больше, ну, столько денег, как никогда ранее. Вот. Что такое аниме? Это для тех, кто вдруг не знает, да, тем более мы в классе там сидели. В принципе, у нас из одноклассника знают все, кто такое аниме, потому что поэтому так быстро, довольно-таки поверхностно по этому пошлась. Единственное, что мне потом учительница всё равно открыла, как бы, такое небольшое замечание, сказала, что, мол, я, типа, как учительница, я это самый довольно-таки взрослый человек, и я не особо в теме, так сказать, да, и она спросила в следующий раз мне такие штукенции делать более подробно, но я просто, видите, ориентировалась на более молодую аудиторию, на наших одноклассниках, которые знают, что такое аниме. Ну, и вы, в принципе, тоже знаете, что такое аниме. Итак, аниме у нас бывает трёх разных видов. Это у нас сериалы, секундочку, верните обратно. Это у нас сериалы, то есть, типа, вот, Наруто, господи, там, ну, короче, такие, знаете, которые либо многосезонники, либо односезонники, то есть, всё равно у них, как бы, не одна серия у них, а 12 и более серий. Это у нас сериалы. Далее, Full-length-фильм, это у нас полнометражки, да, кстати говоря, с сериалами, сейчас, погодите, скажу. Значит, Full-length-фильм, это у нас полнометражки, которые у нас выпускаются в киношках. И ещё есть коротенькие анимешки. У этих коротеньких анимешек бывает буквально, там, одна, две, ну, максимум три серии, да. За пример я взяла Dead Billiard, не Dead Parade, а именно Dead Billiard, смертельный бильярд. Это была такая анимешка, которая была в одном проекте сделанная, и её выпустили, по-моему, в интернете её выпустили. Да, по-моему, её в интернете реализовали. Первый раз показали в интернете, и она всего одна была. Людям стало интересно, и они потом сделали сериальчик. И когда я это объясняла, честно говоря, мне кажется, люди немножко... Многие не знают, что такое Dead Billiard, и они решили, что сериал, это вот должен быть Наруто, который 100 с лишним серии, да, а короткие — это 12-серийники, они подумали. Нет, на самом деле, к сериалам относятся тоже эти 12-серийники, которые прям у них полный сезон есть, да, какой-нибудь. Это всё сериалчики. А короткие — это реально те, которые имеют только там одну, две, максимум там три серии, да. Бывает, конечно, там бывают ещё пять коротеньких серий, но там тоже это всё равно считается как в сторону коротеньких. Вот. Далее что? Это просто ли делать анимешки? Тут, наверное, вам нужно будет парочку вещей сказать. У нас есть учитель, его зовут Хер Барановский. Мы его коротко называем Бара. И так вот, Хер Барановский, он нам как раз-таки ведёт урок, и он рассказывает нам как раз-таки в этот момент, что как делать анимацию, да. То есть мы в нашей школе изучаем предмет анимации как раз-таки, прям вот в сию минуту, в сей момент. И он нам рассказывает, что такое анимация, как это делать, какие там принципы анимации есть. И мы это всё это должны будем заучить наизусть, да, потом контрольную работу писать. Вот. У нас, конечно, был ещё вариант сделать анимацию, саму анимацию как бы сделать, но у нас столько проектов нас навалили, что сделать ещё и анимацию вдобавок ко всему этому просто-напросто не сумеем, не в силах. Я, возможно, бы и смогла бы сделать. У меня осталось из дел, из проектов, которые у меня не закрыты, ещё два проекта, по-моему, осталось. Плюс ещё вот этот вот скрипт по-английскому. И, в принципе, анимацию к концу февраля я бы ещё успела сделать, на самом деле. Но у нас всё-таки класс, он не такой быстрый, как я, поэтому, да, мы от анимации отказались, и по анимациям будем просто писать сухую контрольную работу. Да. Вот. Значит, Хер Барановский нам объяснил, как делается анимация. И вот вуаля, когда-нибудь мы сделаем наше первое аниме, которое никто раньше не видел до нас вообще никогда. Вот. И что нужно сделать, чтобы эту анимацию нашу, анимационный мультик, по телеку показали. Чтобы показать... Ну, я в этот момент, конечно, спросила класс, что они думают, да, там кое-кто там что-то ручку потянул. Ну, и, в общем, пришли к выводу, что чтобы вашу анимацию показали по ТВ, по телеку, нужно вам заплатить какую-то денежку телеку. То есть вы должны будете заплатить за телеэфир, за время телеэфира. Можно, конечно, взять какие-то спонсоров, которые, это самое... Ну, выберете спонсоров, делаете, вставляете рекламу в свою анимацию, и спонсоры платят деньги телевидению, чтобы вашу этот самый видяшку показали по телеку. И всё это происходит. Почему? Потому что у вас анимешка неизвестная, да. У вас ваша видяха, она неизвестная, и никому нафиг не нужна. Никто не знает, какая будет публика у этого аниме, да, то есть вашей анимации. Не то, что аниме, а просто анимация, да. И всё как бы меняется, как только ваше видео становится популярным. То есть как только вы... У вас появляется популярное аниме, которое все хотят посмотреть, все телеканалы, ну, не все телеканалы, да, там телеканалы, которые подходят по контенту, они будут согласны заплатить вам, лишь бы только получить права на показ вашего видео на их телеканалах, чтобы они показывали ваше популярное видео, да, чтобы привлечь кучу аудитории к своим экранам и показать между делом ещё свою рекламу. Вот. Так это работает. Итак, вопрос, как сделать всё-таки популярное анимешку. Первое, что нам нужно, это нам нужна идея. Хорошая, прикольная идея. Эти идеи японцы черпают из манги, ранобешек и проектов. В первую очередь я рассказала про проекты, что такое проекты, потому что, ну, всё-таки такая не очень, как сказать, привычная, unusual, как будет usual по-русски-то. Usual, usual, блин, не помню. Короче, не очень привычный путь сделать анимешку, это проект какой-то. То есть, допустим, взяла, к примеру, я в каком-то анимеху шутки чёрнутой столицы. Первоначально эту анимешку, первоначально эта анимешка была создана в 2011 году, это был всего лишь один мультик, 26-минутный, и его показали по Ютубу. Народ, так, значит, такие анимешки, которые в проекте делают, да, они у нас с очень крутой на тот момент, ну, на тот момент графикой находятся, с очень крутой анимацией, да, как всё это двигается. и там обычно происходит что-то такое прям непонятное и интересное, но непонятно, да, непонятно, что происходит, непонятно, почему это происходит. И как раз вот эта вот непонятность, да, и интересность, они зарождают интерес у аудитории, и тем самым аудитория требует больше. Они хотят знать больше об этой вселенной, они хотят знать больше об этой истории, и как раз таки это и произошло с анимешкой «Шутки тёркнутой столицей». И буквально год спустя они выпускают ещё 5 маленьких серий по 7-12 минут и немножко больше раскрывают эту историю. Но народу отказалось всё равно мало. И ещё они выпустили, помимо этого, помимо 5 серий, они ещё выпустили манго-адаптацию к этому мультику. Но народу отказалось маловато всё это дело. И ещё год спустя эта студия выпускает полноценную анимешку 10 серий плюс 3 спешла. По-моему, один спешл как раз-таки это была и первая вот эта вот серия самая оригинальная, по-моему. Так вот, значит, они выпускают целую полноценную, полносезонную анимешку и вот это вот прям бомбануло. Они раскрыли полностью весь этот мир. Они рассказали там все эти тайны этого мира. И людям очень это дело понравилось. Плюс ко всему там вся эта интересная анимация тоже там была включена в эту самую анимешку эту. В общем, да, это вот такой как бы способ сделать анимешку через проект. То есть проект это обычно какая-нибудь учебное заведение, допустим, или какая-нибудь студия. Они просто-напросто стоятся там все вместе и говорят, что вот, ребята, давайте сделаем какой-нибудь такой эдакий проектик, который там всех удивит, да. Удивит нашей анимации, удивит такой какой-то эдакой задумкой. И вот они вот этот проект делают и, возможно, там они либо какой-то конкурс пускают, да, либо как здесь они просто на YouTube это дело залили и тем самым получают какую-то известность, популярность. Но, как я сказала ранее, это такой самый непривычный unusual, я сейчас никак не могу вспомнить русское слово к этому слову unusual, но это слово непривычно и будет, да. Такой непривычный, такой неординарный, нестандартный путь сделать анимешку. Стандартно же все делается через мангу либо ранабе. Ну, что такое манга и ранабе, я думаю, читатели, зрители моего YouTube-канала, в принципе, понимают. Манга – это такая вот, такой комикс с картинками самообычненький, да. А ранабе – это книжка с обычным романчиком таким, да, в текст, текст, текст и буквально там 4-5 каких-то иллюстраций там будет. Вот. Если история будет интересная, то ее потом, в конце концов, адаптируют в анимешке, да, то есть «Школьный переполох» у нас есть анимешка, там даже два с лишним сезона, да, со спешлами, плюс еще третий сезончик, но там, по-моему, какой-то маловасненький. Ну, короче, да. Вообще, «Школьный переполох» у нас адаптирован в анимешке, этот самый, господи, какое длинное там название. «Скучный мир», где не существует самой концепции пошлых шуток, тоже сделали в анимешку. И плюс ко всему, к этому ранабе сделали еще и манго-адаптацию. То есть бывает такое, что к ранабе, первоначально была история в виде ранабе, ее сделали в аниме, популярность все еще растет, и ее сделали еще раз в ранабе, в манге, в виде манги. То есть бывает даже такое, что «Школьный переполох», да, допустим. Есть какой-то, по-моему, даже две книжки, которые выпустят уже под конец «Школьного переполоха», и они тоже сделаны в виде ранабе. То есть к манге тоже могут сделать еще и ранабе-адаптацию. Фух. Далее. Как все-таки найти нам хорошую идею? Как японцы находят хорошую идею? Первоначально они могут сделать какую-нибудь работу, ну, допустим, когда мы только-только начинающий манга, когда вы нарисовали какую-то работу, вот, допустим, вот эта вот работа, не помню, как конкретно называлась, но, в общем, герой здесь был обычный взрослый мужик, который подавал какие-то финтифлюшки, гаджеты для неких там супергероев. Вот. Он там, в принципе, был неудачником, но он пытался быть крутым, да? Вот. Этот человек, мангака, послал эту работу в студию, не в студию, а в издательство. В издательстве это дело посмотрели, сказали, да, идея классная, рисовать-то умеешь, но дело в том, что наша целевая аудитория это всё-таки школьники. И чтобы наша целевая аудитория заглотила этот самый, эту историю, давай-ка мы немножко редизайним этот самый, твоих персонажей, и сделаем из него школьника, да? И получился вот этот вот Мидори, который стал весьма популярным. Это манга, у них там 20 там с лишних этих томов манги, плюс ко всему у них уже 4 сезона анимешки, то есть 4 сезона для аниме, это на самом деле очень даже круто, на самом деле, это прям фантастика, да? Такие, ну 4 сезона, ну прикиньте, обычно все по анимешке получают там по одному сезону, потом мы все сидим и ждём, давай, когда второй сезон, когда уже второй сезон, а здесь уже 4 сезона, это же охренеть просто нам можно, такая популярная штукенция. Вот, как только вот этот редизайн происходит, это самое, подписывается контракт между мангакой и издательством, и они начинают продуцировать, издавать саму мангу. Значит, как создаётся эта манга, как это дело, продукция происходит, продукция, господи, продукция по-русски, не помню. Короче, как происходит этот вот процесс создания манги. Значит, иногда мангак работает совсем один, он сидит, сам вырисовывает всё это дело, сам зарисовывает все эти чёрные места и так далее, всё он делает сам. Но чаще всего у мангак бывает какой-то дедлайн, и, допустим, у Наруто, да, дедлайн был каждую неделю, то есть, мангака должен был каждую неделю давать какие-то эти самые, какие-то свои новенькие главы. И для того, чтобы он всё это дело успевал, ему вручали, так сказать, ассистентов. Эти ассистенты, они либо от издательства приходят люди такие по найму, либо эти ассистенты бывают друзья этого самого мангаки. Тоже какого, просто-напросто помогают другу сделать эту штуку. Ну, иногда бывает, что мангака сам тоже им платит, иногда это просто как у Натрушки отношения всё это сделано. Ну, в общем, так, короче, в больших таких проектах, типа как у Наруто, да, там всё-таки издательство предоставляет людей этому самому мангаке, чтобы он в лоб успел сделать свою работу. Что делают ассистенты? Ассистенты могут делать бету, они могут там чёрненькими линиями всё это дело закрашивать, да, то есть, допустим, мангака рисует карандашиком, а ассистент просто-напросто вырисовывает чёрным этим самым, как он называется, файн-лянером, вот таким вот как бы ручкой чёрненькой, вырисовывает все эти линии, чтобы было больше контраста при сканировании. Ассистенты накладывают скринтоны, ассистенты рисуют всё это самое, задние фоны, такие маловажные сценки, да, допустим, главные сцены нарисовал сам мангака, а вот между ними какой-то переход должен быть, да, это он может поручить этому своему ассистенту, там сказать, что ну там сделай, там птичка, допустим, чирикает как-нибудь, и ассистент это дело рисует. Потом крауд пипл, это люди в толпе, да, то есть, допустим, когда сцена большая, да, там или просто-напросто надо показать, что там сзади люди ходят, да, то, что мангака не вырисовывает каждого этого человечка, обычно вот эти вот вырисовыванием задних людей, людей заднего плана занимается краски ассистент. Как только этот скрипт готов, его отправляют к эдитору, эдитор пересматривает это дело, находит какие-то различные ошибки, просит их либо исправить, либо сам как-то там их исправляет, да, и потом проявляет это дело к главному редактору. Ошибки, которые он может найти, например, я из манки на заки это дело вытащила, например, нарисовать молодых людей с сигаретами и алкоголем в руках в Японии запрещено, естественно, да, и поэтому их рисуют этими палочками поки, с этими шоколадными палочками, либо с баночками сока, да, то есть это как бы тоже входит в работу эдитора, чтобы он замечал такие вещи, которые не должны быть опубликованы, то есть мангака, возможно, не знает этих правил, а эдитор обязан в это дело знать и все это дело замечать и исправлять. Далее, вот на этом этапе у нас появляется куча разных рабочих новеньких, да, то есть помимо одного мангаки, одного автора, который действовал и придумал все это дело и рисует, у него появляется куча помощников, у него появляются люди, помощники из издательства, которые тоже все это дело контролируют, да, и получается, что прежде чем история попадет в печатание, да, она проходит большую такую проверку, большую такую, как бы, такая большая работа здесь происходит, и история, мангака не сам один работает, да, а чтобы нарисовать хорошую работу, которая будет популярна среди молодежи, да, ну не только молодежи, а вообще среди поклонников аниме и манги, она проходит такие стадии развития, да, и не один человек на этом работает, а много, целая команда работает над тем, чтобы сделать хорошую такую историю. Далее идет у нас третий этот шажок, степ, третий шаг, это у нас пост-продакшн, то есть, что происходит после того, как у нас история готова, ее отправили на печатание, и во время печатания там у нас тоже появляется куча-куча новых работников, конкретно этот стадий я рассказал потому, что мы, как бы люди, которые обучаются в нашей школе, мы графические дизайнеры, и как раз таки мы можем работать вот в этой вот точке, вот в этой индустрии мы можем тут работать, то есть, это вот эдитеры журнала или книжки, это тайпсеттеры, те, которые лейаут делают, корректоры, в печатании, это люди, которые работают, те люди, которые работают в маркетинге, и много-много таких вот людей, которые работают в пост-продакшн, то есть, они как бы печатают сам журнал, они его раскручивают, они это самое составляют все вот эти вот где-то будет, как обложка будет расположена, так далее, так далее, все вот эти мелочевки, да, это как бы мы, как графические дизайнеры, мы тоже можем это сделать. Вот, короче, здесь у нас тоже куча-куча работников появляется, и в конце концов манга выходит, может выйти в двух видах, либо она выходит в каком-то журнальчике, не хотела, надо было еще третий сделать вид, но забыла про него и решила опустить немножко. Это первый вид, это журнальчик, еженедельный, либо ежемесячный, там манга выходит по одной главе, и она, да, выходит вместе с другими историями какими-то. Второй вариант, это если у манги много уже глав появилось, то появляется, то можно выпустить отдельный прям томик одной конкретно манги. Есть еще третий, даже четвертый вариант. Третий вариант, это у нас, когда у вас всего одноглавник, да, то есть манга из одной главы всего состоит, и вы делаете такой как бы сборник различных, различной манги, которые подходят по тематике, да, допустим, сегодня манга одного автора, плюс сегодня манга другого автора, плюс сегодня манга снова первого автора, допустим, да, у нас получается там 4-5 историй в одной книжечке получается, такой сборник одноглавных сегодня манги. Это как бы третий вариант. И четвертый вариант, который я здесь не упомянула, это у нас интернет, да, у нас есть тот же самый Ганган Онлайн или Комико и куча других тоже сайтов, где у нас манга выходит по одной главушке каждый этот самый месяц, каждую неделю, по, ну, в зависимости от того, что это за манга, именно в виде интернет-манги. Вот, такие как бы 4 вида, где можно опубликовать вашу мангу, ну, не вашу, а японскую мангу, где японцы опубликуют свою мангу. Вот, после того, как мы все это дело опубликовали, то мы можем задуматься о том, когда же в конце концов запускать наше аниме и вообще, почему люди запускают аниме. И я тут спросила наших, хоть моих одноклассников, типа, как вы считаете, когда все-таки выходит аниме? То есть, как бы у нас, как бы, вроде бы идут с продажи там с этими нашими книжками, там, с этими журнальчиками. Почему все-таки решаются люди делать аниме? Это же такой огромный труд, почему все-таки делается аниме? Я им показала, ну, сначала никто, конечно, не ответил, я сказала, что вот, если я покажу вам эту картиночку, вы, возможно, лучше поймете, что я это конкретно хочу сказать. Тут же потянул ручку в мой одноклассник и сказал, что это тут такое происходит. Дело в том, что вот эту штуку мы изучали на маркетинге. Это у нас продукт, господи, круг жизни продукта так называемый, да, то есть как бы продукт у нас, по идее здесь у нас сначала идет, как это, это будет развитие продукта, то есть его придумывание. Потом мы продукт вводим на рынок вот здесь вот. Здесь мы тратим кучу денег на маркетинг, чтобы это дело все стало популярным, да, то есть как бы сделаем так, чтобы люди узнали о нашем продукте. Потом это его популярность, то продукт начинает расти, расти, вот тут еще больше и больше всего растет, это как бы стадия роста. Тут мы уже не так много тратим денег на маркетинг, не так много денег тратим на рекламу, потому что продукт сам по себе может быть популярный становится, да, и прям популярность его растет. Потом, в конце концов, происходит такой пункт, называется, я не помню, как по-русски называется, честно говоря, это такой как бы, блин, стадия такая, когда у нас популярность вроде как уже достигла своего пика, да, то есть как бы уже много людей знают об этом, об этой продукции, но вроде как, ну и как бы все, как бы популярность начинает уже медленно уже расти и вроде как уже даже собирается идти в деградацию, да, деклайн, это как бы деградация, то есть идет на свой упадок, достигает своего максимума, потом идет в упадок. И вот чтобы вот этого упадка не наступило, вот в этот момент, где-то вот здесь вот начинается, как раз таки, ну эти как бы, маркетинговые люди стараются как-то сделать что-то с нашим продуктом, чтобы его снова вернуть вверх, вернуть популярность, вернуть продажи, и так далее, чтобы он, короче, сделать все, чтобы он не ушел в упадок. И в данный момент нашу мангу историю, либо рано-бэ историю, ее делают релаунч, ее переиздают, и это релаунч, вот это вот, это не что иное, как само аниме, то есть они как бы один и тот же продукт, одна и та же история, ее переделывают чуть-чуть, да, то есть ее сделали, допустим, она была мангой, а ее сделали в виде анимешки, то есть анимешка, это как бы немножко другой вид продукта, то есть у нас, допустим, йогурты, да, допустим, у нас был йогурт один, одного сорта, просто-напросто йогурт с клубничкой, да, он доходит до слова около пика популярности, И в этот момент люди из маркетинга решат, что нам пора сделать новый продукт. И они делают уже йогурт не с клубничка, а йогурт со вкусом киви. Этот йогурт со вкусом киви, в принципе, одна и та же марка, да, и получается, что эта марка снова набирает популярность, то, что, о, у них новый вкус, давайте себе попробуем этот новый вкус. То же самое здесь. Аниме – это ничто иное, как новый вкус одной и той же истории. Секундочку, надо попить водички. То есть, ещё бывает такое, что ещё этот самый новый вкус, так сказать, да, новый этот вид одной и той же истории, можно также воспринять как рекламу. Очень много анимешек, у которых всего имеется один сезон, они являются ничем иным, как рекламой для манги. То есть, вы посмотрели анимешку, вам понравилось, круто! Анимешку поставили бесплатно по телеку, вы не платили ни копейки для этого, вам она понравилась, вы заинтересовались историей, вы хотите знать, что будет дальше и что вы делаете. Вы идёте в книжный магазин, покупаете за свои денюжки мангу либо ранабешку. Вот именно для этого и создаётся большинство анимешек. Конечно, бывают случаи, когда анимешка становится прям настолько популярна, что прям её уже прям фанаты требуют, давайте, конец сделайте. Например, Атака Титанов, да, то есть в 2020 году должны будут сделать последний сезон Атаки Титанов. Это, конечно, прям мега супер для такой анимешки. Или, допустим, тот же самый Наруто, да, он до самого конца анимешку доделал. Это же вообще тоже такой взрыв молка просто-напросто. Насколько должна популярна анимешка, чтобы её сделали до конца. Чаще всего происходит то, что, я сказала раньше, то, что анимешка служит чисто для того, чтобы люди пошли купить себе книжечку. И до конца её всё равно мало кто сделает. Они, конечно, стараются сделать какую-то, ну, немножко более-менее закрытую историю, да. Но тоже бывает не всегда. Например, есть анимешка, господи, Кровавый парень называется. Там конец настолько открытый, и он там настолько, я не знаю, настолько незавершённый, что прям, и у меня такое прям чувство разочарования прям сильное было, что что за фигня вообще. То есть, как бы, обычно, знаете, как бы стараются всё равно, даже если это всего 12 серийный какой-нибудь, всё равно как-то округлить этот конец, да, всё равно чтобы какая-то небольшая, хоть хотя бы там какая-то арка закончилась, повествование какой-то определённой ситуации закончилось. А там, в Кровавом парне, там просто-напросто, только-только всё это, ну, как называется, шевелуха, господи, движуха вся начинается только-только. И оба нам, помимо, аниме заканчивается, второго сезона нету, второй сезона так, кстати, и не будет, уже манго это дело закончилось, её перевели полностью на русский, ну, в смысле, неофициально, но всё равно её перевели полностью на русский, можете почитать, эта самая история, в принципе, интересная, и, честно говоря, я не понимаю, почему её не адаптировали в анимешке, ну, потому что, ну, не знаю, ну, да, у них, конечно, свои там заморочки, всё-таки анимешки у них там больше как реклама делается. Видимо, реклама не оправдывает средств, не оправдывает, как называется, не оправдывает уровни продаж. Всё-таки тема вампиров, она уже немножко устаревшая. Ну, ладно, я уже отсосла немножко от темы. Это про анимешку, по примеру анимех я там, конечно, не говорила, потому что это заняло бы очень много времени, у меня времени было всего лишь 15 минут. Мне кажется, я начинаю ускоряться по скорости моего говора. Надо немножко отдохнуть. Сейчас, секундочку. Осталось чуть-чуть. Вот, значит, анимешка у нас реклама, этой самой реклама манги, реклама основной истории. Манги либо ранамешки. Как делается анимешка, вот этот все эти пост-продакшн, препродакшн и так далее, это всё я рассказывать, конечно, ниже не буду, потому что это очень трудоёмкий процесс, как найти спонсора, как найти команду, там, тро-ля-тро-ля, это всё, конечно, очень много чего рассказывать, и об этом я даже не рассказывала вообще. Просто, наоборот, показала такие три страшные эти самые схемы, чтобы люди испугались и забыли про это дело вообще. Ладно. И вот, значит, когда у нас создаётся, наконец-таки, когда у нас появляется, наконец-таки, эта анимешка, это означает, что наша история, наша основная история становится прям мега популярной. Она становится мега популярной не только на территории, там, какой-то отдельной страны, да, допустим, на территории Японии, но этот мультик также просачивается ещё и в другие страны, где его смотрят другие люди, и всем хочется знать продолжение. И именно из-за этого, из-за того, что анимешка – это именно видео, да, а не то, что просто текст какой-то, да, с картинками, это именно видео. И именно поэтому она становится таким популярной, то есть, как бы, там бывают такие моменты, что можно и без слов понять, что там имеется в виду в этой анимехе. Вот, и люди, которые за рубежом, за морем живут, да, не в Иронии, а именно за морем, за Японией, они начинают интересоваться, опять-таки, этой самой историей, они начинают закупаться этими мангами на японском, кто-то изучает активный японский язык, кто-то начинает переводить с японского языка, ну, в общем, да, и начинают потихоньку это самое. Ну, короче, они вкладывают деньги в японскую индустрию анимешки, вот таким вот способом. Вот, как всё-таки японцы умудряются ещё больше денег заработать на этой индустрии? Ну, я думаю, всем это дело ясно, да, то, что они начинают продавать свои книжечки, книжечки, нет, тут есть даже примерчики для всего этого дела. Давайте я камеру, наверное, с вами побольше сделаю, секундочку, где у меня камера? Чуть-чуть побольше сделаю, чтобы вы её видели. Мне кажется, так будет нормально. Так, возвращаемся к моей презентации. Вот, значит, книжечки, книжечки, они продаются за 700 тысячу йен за штучку, ну, там, примерно, да, в зависимости от того, какая манга, какое издание и так далее. Упс, это 700 тысяча йен, на самом деле, очень много. Я, допустим, это самое, я взяла просто три своих издания, которые я покупала, и все эти издания, они лимитированные были издания, поэтому они такие дорогие. Бывает такое, что манга стоит, там, 300 йен, 400 йен, это, как бы, довольно-таки нормальная цена для Томика манги. Но я решила побольше цифрку написать, чтобы люди, там, думали, о, круто, они на манге так много зарабатывают. На самом деле, они зарабатывают гораздо меньше денег на этой, на книжечке. То есть, книжка, в принципе, денег так много не приносит вообще. То есть, лимитированное издание может стоить, там, 700 тысяча йен, примерно, а обычное издание, там, 350 йен, там, 400, может быть, йен. Ну, короче, такая, как бы, смешная довольно-таки цена. Далее они могут выпускать фигурки. У меня есть фигурочка. Я заказала фигурочку, я вам не просто так заказала этот журнальчик, да, специально лимитированное издание. Вместе с вот этим домиком шла вот такая вот фигурочка. Фигурочка Микарина с вот такой крутой коробочкой. То есть, каждая такая фигурка стоит евро в 20, примерно. Ну, и больше, да, в зависимости от того, насколько сложная фигурочка, насколько она интересненькая. Для фанатов манги, это самое, Назаки, я потом все эти штуки потом покажу, конечно же. У меня тут есть кое-что еще, конечно, для манги Назаки. Сейчас тоже все это дело покажу. Далее, что они могут еще выпускать? Они могут выпускать фанбуки. Я купила душный, конечно же, фанбук. Но все равно я его купила, да. Это у нас фанбук, опять-таки, Назаки. Здесь у нас описаны все тонкости создания анимешки. То есть, все вот эти картинки, как сделать анимешки. Как это самое, создавались персонажи, продумывались. Секундочку. Вот, допустим, как продумывались персонажи. Плюс ко всему, тут есть еще и интервью с Сэйю. То есть, с этими актерами, голосовыми актерами Сэйю. Это я говорю, что для тех, кто не знает, кто такой Сэйю. Вот, если у нас уже есть какой-то Сэйю, то почему бы не сделать нам драму-сиди? То есть, это обычная такая драма. Драма-это, знаете, театральные такие постановочки. То есть, как бы там у нас текст идет, актер такой-то говорит то-то, актер второй говорит то-то. Это у нас стиль драмы, да. То есть, как театральная такая постановка, театральный сценарий. То же самое в виде сидишек. То есть, вы слушаете такую аудиоисторию, ну, какую-то аудиоисторию по той или иной манге. У меня, то есть, две штуки, я их иногда переведу. Пока что просто на слух мне сложно воспринимать, что они там говорят. Поэтому, да, как только я свой слух, ухо свое набью на разговоры их, тогда и переведу. Либо я подключу к какому-нибудь японисту. Кстати говоря, если вы хорошо знаете японский, и вы можете на слух определять, что они там говорят, то я буду очень рада вашей помощи в переводе данных сидишек. Напишите мне в комментариях, если вы можете мне в этом помочь. Далее наш Назаки выпускает Таро-карты. Таро-карты, кстати, вы можете найти, я, наверное, ссылочку оставлю. Я оставлю ссылку внизу в описании видео. Я их уже выкладывала давным-давно, эти самые карты Таро. После этого она просто сосканировала, еще пока ничего не переводила. Просто это просто-напросто кусочек бумажки, кусочек бумажки с какой-то картинкой. То есть что может быть проще, взять какую-то картинку и напечатать ее на какой-то бумажечке. Это на самом деле очень легко, особенно если вы знаете, как хорошо лазите с печатными этими фирмами, а создатели манги, естественно, они знают, у них есть контакты с печатными фирмами, возможно, даже они сами что-то печатают, и сделать такую фигнюшку, да, которая на листке бумаги напечатана из них, это просто-напросто не составляет никакого труда. Никакого особого труда. Далее, я это хотела, конечно, на картинку потом оставить, но ладно. Расскажу все-таки сейчас. Такую превьюшку сделаю. Это у нас было к какому-то томику было. Сейчас скажу, к какому томику. К одиннадцатому. К одиннадцатому томику Манки Назаки они выпустили, как и тут уже написано, Дорез Долл. Куклу-одевашку. Сейчас я вам покажу, что это такое. Я даже, наверное, сделаю еще больше картиночку свою. Морду свою сделала побольше. Вот так вот. И покажу, что это такое. О, Господи. В общем, у нас тут есть кусочек пластика. Три кусочка пластика. Раз, два и три. С голенькими персонажами. Вот они, три голеньких персонажа. К каждому из них есть какие-то наклеечки с одеждой. И вы эти наклеечки наклеиваете на него. Тоже проще простого. Нарисовать и распечатать на какой-то носителе. То есть, что бумага, что пластик, что это самые стикеры. Это все, в принципе, одно и то же. Это как бы не составляет большого труда для издательства большого, которое имеет дело с печатной продукцией. И вот на всяких мерчендайзерах они зарабатывают очень много денежек. Давайте поменьше лицо сделаем обратно. Вот. И помимо всего этого, есть еще куча другого мерчендайза. Давайте кликнем по ссылочке. Перейдем по ссылочке. Ссылочка открывается. Интернет у меня есть. Вот. Здесь показала пример магазина. То, что у нас есть куча другого мерчендайза. Это у нас кружечки, всякие браслетики, всякие цепочечки, всякие плакатики, эти самые значки и так далее, и так далее. И все это дело, в принципе, вы сами можете сделать тоже. Если вы умеете вот это все делать, допустим, вот эту вот сублимацию, картинки на какую-то кружечку, прибор для сублимации, можно купить в интернете. Я не помню, сколько она стоит. Но, короче, это реально самое возможно. Вот такие, допустим, кружечки, это уже более сложноватая работа, но все равно, если вы умеете что-то такое эдакое делать, и на эту штуку можете влепить какую-нибудь картинку крутую, то вы можете написать письмо в издательство, попросить у них авторские права. То есть вы скажете, что вот у меня такая задумка, я могу это сделать, и хочу продавать это дело на территорию, допустим, России. Вы пишете это дело в издательство, письмо. Издательство, допустим, соглашается на все это дело. Там есть еще какая-то схема. Я вам сейчас ссылку на эту схему. О, господи, где она там? Давайте чуть попозже покажу эту ссылочку на эту схему. И, в общем, издательство с вами соглашается, допустим, и вы получаете права продавать продукцию такую на территории, которую вы там обозначили в контракте. То есть, в принципе, такая интересная задумочка. Ну, в принципе, на этом дело у меня и заканчивается, да, презентация заканчивается. То есть, чтобы зарабатывать нормальные деньги на индустрии анимешки и манги, нам нужно быть очень популярными. Нам нужна популярная история. И на этой популярной истории мы можем заработать кучу-кучу денег. Даже мы, сидя, допустим, в нашей России, я, допустим, сейчас в Германии сижу, да. В Германии, конечно, с этими правами авторскими довольно-таки строго. Ой, да, ну ладно, не будьте вам грустным. Да, ну, короче, чтобы нам зарабатывать на этом деле деньги, нам нужна популярная история. Нам нужно нашу историю популяризировать. Если вы, допустим, хотите какую-то свою мангу создать, хотите какую-то свою анимешку сделать, то вам нужно добиться того, что у вас история будет популярная. Вспомните о том, что я говорила до этого, как создается популярная история. Человек не работает один, когда он пытается сделать что-то популярное. Он работает в большой команде. И эта большая команда всегда дает большой такой плюс для того, чтобы исправить все-все ошибки, чтобы все вот эти вот, как бы, ну, чтобы достичь максимальной популярности. Вот, и когда у нас будет популярная история, тогда у нас пойдет куча-куча бабла. Вот, ну, это, конечно, да. Такая схема небольшая, простенькая схема, как стать, как зарабатывать деньги на аниме-индустрии. Вот, после всего этого я сделала еще небольшой такой этот самый кроссвордик. Это был у нас примерчик, как он работает. То есть я показала то, что у нас у вас будет в руках, ну, одно классико своим пускал, что мог. Я вам дам кроссвордик. Сам кроссвордик выглядит не так, по-другому. Это чисто примерчик, то, что вам, ваша задача будет найти вот эти слова в этом, какого, в этом квадратике. И кто сделает пир, а, и потом у нас остается парочка букв свободненьких, и из них нужно сделать ключевое слово. И кто сделает пир, тот будет молодец, получит небольшую вкусняшку от меня. Вот, и сам кроссвордик выглядел вот таким вот образом. Я его, наверное, тоже сейчас загружу в интернет. Сам кроссвордик, плюс еще этот самый, ну, отгадку от него, да, то есть. И если вам интересно, вы тоже можете ее сделать. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Это видео помогло мне вспомнить, что я как раз-таки говорила на этом, на своем уроке, на своей презентации. И сейчас займусь как раз-таки описанием всего этого на английском языке. Пожелайте мне удачи. Всем до новых встреч. А, да, чуть не забыла. Я же хотела вам дать еще ссылочку, где я построила эту самую схему про то, как делать мерчендайз, то, как получить лицензию на мерчендайз. Что-то я вам дам эту ссылочку в описании видео. И тут у нас нажимаете на кнопочку More. То есть, как бы, тут человек задал вопрос, как работает аниме-индустрия. И вот этот человек, он ответил очень такой развернуто. Вот здесь, допустим, вот эти вот все схемы я отсюда взяла во время презентации своей. И тут еще ниже есть вот такие две схемки. И здесь как бы такая, ну, он хорошо довольно-таки описывает то, как это дело работает. Как можно получить права на какой-то мерчендайз для, ну, для вас. То есть, вы хотите выпускать какой-то мерчендайзик, и вы хотите получить лицензию на выпускание этого мерчендайзера. Тут эти схемки довольно-таки интересно расписаны. Все, удачи вам. Счастливо.